Уважаемые коллеги, у нас сегодня знаковое событие. К нам в гости из Москвы прибыл выдающийся российские ученые, специалист по Соединенным Штатам, директор Института США и Канады, профессор, доктор исторических наук Гарбусов Валерий Николаевич. Добрый день, Валерий Николаевич. Я в двух словах позволю сказать о том, что у нас происходит. У нас в Институте международных отношений происходит важное научное, образовательное мероприятие. Мы реализуем проектный договор с Институтом США и Канады, рассчитанный на долгую перспективу. В рамках большого партнерства наших вузов Валерий Николаевич выделил свое время, прибыл к нам. Из очень трудной, кстати, чрезвычайно сложной поездки по всему миру он нашел возможность посетить нашу Казань. И вот среди мероприятий, которые Валерий Николаевич проводит здесь, он в том числе согласился провести мероприятие, связанное с тем проектом по проблеме изучения современных Соединенных Штатов, а именно то мероприятие, где вы сейчас присутствуете, шоу-рум и наша программа, которую мы сегодня планируем разобрать, звучит следующим образом. Эволюция российско-американских отношений в 21 веке. Основные противоречия и пути их урегулирования. Ну, буквально в нескольких словах я объясню суть данной ситуации. Действительно, сегодня отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся в достаточно сложном напряжении. Действительно, ситуация очень острая. Буквально некоторое время назад Соединенные Штаты заявили о том, что они планируют выйти из одного из системообразующих договоров, договоров РСМД, ракетах средней и меньшей дальности. И вот с каждым годом, с каждым месяцем возникает все больше и больше опасений о том, чем же все-таки вот такое напряжение завершится. И вот я надеюсь, что Валерий Николаевич нам расскажет о том, с чем нам придется столкнуться в ближайшее время, как мы сможем эту ситуацию разрешить. Но я позволю все-таки начать немножко издаля и попробую все-таки попросить Валерий Николаевич нам рассказать все-таки, а какими же характерными чертами сегодня обладают Соединенные Штаты, какие же все-таки истоки их внешней политики, чем их сегодня движет. Пожалуйста, Валерий Николаевич. Ну, собственно говоря, истоки внешней политики Соединенных Штатов Америки, они в самой истории Соединенных Штатов. И к нынешнему своему состоянию супердержавы, которая всеми способами и средствами обеспечивает свое глобальное доминирование, Соединенные Штаты Америки шли в течение всей своей истории. А особенно в 20 веке, а особенно во второй половине 20 века, именно за эти десятилетия после Второй мировой войны США превратились действительно в супердержаву, которая далеко отстоит от всех последующих держав, превратившись вот в такого лидера, мирового лидера. Иногда эту страну называют неформальной империей, страну, которая в очень сильной степени влияет на весь мир и на все остальные государства, на все остальные страны. Что касается современной внешней политики, то чтобы понять ее, почему она такая и почему отношения с Россией находятся на очень-очень низком уровне. Некоторые, если ставить оценки, выставляют оценку ноль вот таким отношением, потому что практически диалог сведен к нулю между нашими странами. Я думаю, что необходимо оттолкнуться от итогов холодной войны. Как вы знаете, холодная война закончилась с распадом Советского Союза, потому что вот эта система международных отношений, называемая холодной войной, она существовала все послевоенные годы после Второй мировой войны. Она была основана на биполярной конфронтации между двумя супердержавами. И эта биполярная конфронтация, которая началась в конце 40-х годов, так по-крупному, и продолжалась. Первоначально она была нерегулируемой и очень опасной. Но с течением времени, в годы холодной войны, был создан механизм регулирования конфронтации. Две супердержавы считали себя глобальными противниками, они создавали систему своих союзников, они создавали свои интеграционные структуры, они противодействовали друг другу, но между тем, они вели переговоры. И Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки были в состоянии переговоров. Это были разные переговоры. Главным стержнем наших отношений в ту пору были переговоры по ограничению стратегических вооружений. И это стало, ну что ли, фокусом наших отношений в годы холодной войны. Почему? А дело в том, что в конце 60-х, начале 70-х годов, руководители двух супердержав осознали, что ядерные арсеналы, накопленные двумя странами, они превышают необходимые объемы. До такой степени, что каждая сторона может уничтожить другую несколько раз. Кто-то считал 7, кто-то 8, кто-то говорил, что и 12 раз. То есть накапливать дальше ядерное оружие было просто-напросто бессмысленно. И вот осознание этого факта привело к тому, что между двумя странами начались переговоры. Эта эпоха называется эпохой разрядки. И разрядка принесла свои плоды. Стали заключаться договора, соглашения об ограничении роста ядерных вооружений. А потом и о сокращении. Эти договоренности были достигнуты уже при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. И в частности, вот этот договор РСМД, о котором сегодня часто вспоминают, он как раз был заключен тогда, в 1987 году. То есть фокус наших отношений и наш диалог выстраивался вокруг этих проблем. И несмотря на холодную войну, существовала уверенность, что если есть диалог, если обе стороны считают возможным вести этот диалог и могут договариваться перед этим, стремясь найти какой-то компромисс, то значит вот эта конфронтация, она все-таки находится, ну что называется, под присмотром. Она контролируется. Создан механизм контроля или регулирования этой конфронтации. Это, кстати говоря, одна из причин, почему холодная война не переросла в прямое военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. После распада Советского Союза стали происходить мощные геополитические сдвиги. Ну, вы сами об этом знаете. Распад мощного, сильного государства, супердержавы привел к тому, что союзники Советского Союза развернулись в противоположную сторону. То есть страны Восточной Европы, Центральной и Восточной Европы, которые когда-то освобождались Красной Армией, они стали смотреть на Запад. Перед российским руководством в 90-е годы стала очень серьезная проблема. А что же дальше вообще, какую политику проводить? И тогда преобладали такие взгляды. Россия должна вернуться, американцы особенно любили так говорить, Россия должна вернуться на правильную сторону истории и идти по правильной дороге. Россия должна вписаться в западную цивилизацию, восприняв ее ценности, ее организационные и какие-то интеграционные структуры, вступить в эти структуры. И казалось, что именно вот этот вариант внешнеполитического поведения, он правильный, он верный. И в 90-е годы руководство России проводило именно такую политику. Но особенность тех лет, особенность 90-х годов состояла в том, что перед Россией, конечно, стояли задачи формирования каких-то таких постоянных величин своего внешнеполитического поведения. Вот у Советского Союза они были. За годы существования Советский Союз сумел сформировать концептуально основы своего внешнеполитического поведения. Часто это было зеркальное отражение внешней политики США, потому что обе супердержавы боролись за то, чтобы вести за собой часть земного шара. И Соединенные Штаты Америки, и Советский Союз делали это. Россия оказалась в очень сложной ситуации. Она потеряла союзников после распада Советского Союза. Она потеряла часть территории вокруг своих собственных границ. Бывшие Советские Республики стали независимыми государствами, которые стали проводить политику, очень часто не совпадающую с российскими интересами. Ну, наиболее яркие примеры сегодня это, как мы видим, Грузия, Молдова. Ну, а классический пример такого не совпадения это Украина. Да и остальные страны, остальные независимые государства, они не так уж однозначно ориентируются прямо на Россию, потому что у них другие еще соседи есть на Востоке. Турция, восточные страны, есть Соединенные Штаты Америки, с которыми, в общем-то, они не очень хотят ссориться. Поэтому вот этот геополитический расклад, он стал более сложным, более сложным. И перед Россией встал вопрос, вообще говоря, а как, что может стать основой внешней политики, когда утрачены союзники, когда безопасность вдоль границ России обеспечена не полностью, потому что на границах России появились, ну, мягко говоря, недружественные государства. Это прибалтийские страны, которые входили когда-то в состав Советского Союза. Это вот Украина, Грузия, Молдава там, Молдова там тоже, в общем, такие антироссийские настроения. Как строить в такой ситуации свою внешнеполитическую линию? И, кроме всего прочего, играет важную роль тот фактор, что Россия стала главной наследницей Советского Союза, как бы правоприемниками Советского Союза. И, кстати, иногда говорят о том, что Россия, конечно, многое потеряла после Холодной войны и с распадом Советского Союза, но осталась ядерной супердержавой. И это действительно так. Вот ядерный фактор – это очень мощный элемент российского величия. И ядерное оружие, ядерные арсеналы, которые имеет наша страна, и которые сопоставимы с американскими, да так, что, в общем, Россия считается сегодня единственной страной в мире, которая может бросить вызов Соединенным Штатам Америки и вызов американскому глобальному доминированию, именно используя вот этот фактор. Фактор ядерного оружия, фактор ядерного сдерживания. Но 90-е годы, в общем-то, не принесли особого удовлетворения. И уже новое российское руководство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным предельно четко, жестко обозначило это. То, что в 90-е годы Россия очень много потеряла. Потеряла свои геополитические позиции, утратила в какой-то степени самостоятельность принятия внешнеполитических решений. И то, что концептуально в России не сумели выработать, ну, такую концепцию, что называется на десятилетия, я уже не говорю на века, но на десятилетия концепцию, основанную на каких-то постоянных величинах внешнеполитического поведения. Это все, осознание всего этого пришло только в 21 веке. Только в 21 веке. В 90-е годы существовала, наверное, такая, ну, я не знаю, наивность или наивное восприятие действительности, когда считалось, что период конфронтации закончился навсегда, Россия должна влиться в мировую цивилизацию, и в этой мировой, новой мировой цивилизации не будет никаких противоречий, ну, во всяком случае, между Россией и Соединенными Штатами Америки. — Владимир Николаевич, позвольте вопрос. Я думаю, коллегу это интересует. Вот были периоды, когда, в принципе, между нашими странами существовали достаточно ровные отношения. Накануне Второй мировой войны сложились достаточно доверительные отношения. В 70-е годы была, уже упомянули разрядка. — А вот если говорить о механизмах вот этой нормализации, все-таки от кого в Соединенных Штатах зависит основная выработка стратегии внешнеприятической? — Ну, да. — Президент, Конгресс. — Что касается механизма. Вообще говоря, в Соединенных Штатах Америки выработан четкий такой механизм, как американцы говорят, формулирование и формирование и реализации внешнеполитического поведения. В принципе, элементы этого механизма известны, они просты, и, в общем, все эти элементы принимают участие. Во-первых, это президент, это исполнительная ветвь власти. Считается, что основной внешнеполитический курс страны в тот или иной период определяет именно он. И он несет личную ответственность за этот внешнеполитический курс. Но, понимаете, американские президенты — это люди, которые очень часто становятся во главе государства, не имея каких-то глубоких знаний окружающего мира. — Это либо губернаторы штатов, если вы вспомните, либо чаще всего губернаторы штатов. В XIX веке чаще всего президентами становились генералы, а вот в XX — губернаторы штатов. И понятно, что ситуацию в своем штате они знали, наверное, неплохо, что-то в чем-то разбирались и в мировых событиях. Но так, чтобы руководить глобальной державой, да державой с такими претензиями, президенту надо знать гораздо больше, чем губернатору штата. И президенты это все прекрасно понимают, что они должны окружать себя такими людьми, которые будут компенсировать их недостатки. И они, как правило, окружают это. Не каждому президенту удается сколотить себе такую команду, но, в общем, если это удается, то и удается внешняя политика. Так вот, команда, кабинет. В кабинете внешнеполитический блок определяет государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. В списке министров они называются в США секретарями. Так вот, в списке министров государственный секретарь стоит на первом месте. Он возглавляет государственный департамент или Министерство иностранных дел. А вот государственный департамент занимается реализацией внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки. То есть он реализует установки президента. Но вместе с тем государственный департамент и помогает формулировать эти установки. Кроме всего прочего, существует еще такой очень важный инструмент, созданный после Второй мировой войны. Называется он Совет Национальной Безопасности, СНБ. Он был создан специально для того, чтобы изучать ситуации и давать рекомендации президенту. Это рекомендательный орган. Решение его не обязательно. Совет Национальной Безопасности принимает директивы, так называемые. И в этих директивах описывается какая-то конкретная ситуация и предлагаются варианты решения. Либо варианты решения. Президент может это принять, а может и не принять. Но вообще говоря, Совет Национальной Безопасности это достаточно такой мощный работающий орган, к которому президенты прислушиваются всегда. То есть вот эти два инструмента. Государственный департамент и Совет Национальной Безопасности. И поскольку там есть два человека, государственный секретарь и помощник президента по национальной безопасности, который осуществляет текущее руководство СНБ, то между ними часто возникают конфликтные ситуации. Между ними очень часто существует противоречие, потому что сфера-то ответственности одна, а взгляды на то, как это все сделать и как реагировать, могут быть разные. Могут быть разные. Поэтому существует вот это. Это неизбежно. Это так заложено в системе государственного управления. Кто-то говорит специально, кто-то считает, что непродуманно это было сделано. Но во всяком случае, все послевоенные годы такая система существует. Американцы, я помню, называют системой сдержек и противовесов. Это укладывается совершенно верно в эту самую систему сдержек и противовесов, которая была заложена еще в Конституции от сами основателями Соединенных Штатов Америки. Но еще надо помнить, да, и понимать, что существует ведь Конгресс Соединенных Штатов Америки. Конечно, Конгресс не включен вот так вот каждодневно в выработку внешнеполитических решений. Но Конгресс — это очень важный элемент. Например, Конгресс может принимать законы, да и не может, а он должен принимать законы во всех областях, и от этого никуда не уйти. И в том числе законы, которые так впрямую или косвенно касаются внешней политики. Ну, например, вот то, что Россия попала под санкции. Многие санкции были упакованы в закон, принятый Конгрессом. И Конгресс тоже, так сказать, закрепил эти санкции. Вот это инструмент, который тоже влияет на формирование внешней политики. Сенат. Сенат очень важную роль играет. Во-первых, Сенат утверждает или утверждает высших чиновников президент, но с согласия Сената. Если Сенат не согласен, президент не утвердит того же государственного секретаря. Поэтому Сенат здесь играет большую роль. Сенат играет очень важную роль в ратификации договора. Президент может подписать договор с другой страной или многостороннее какое-то соглашение, но силу свою этот международный договор приобретает после ратификации Сенатом. Известно много случаев, когда договоры, подписанные и согласованные президентами, Сенат проваливал. Но самый известный случай – это Версальский мирный договор, который был подписан союзниками и победителями в Первой мировой войне с пораженной Германией. И Вудро Вильсон настаивал, когда он вернулся с Парижской мирной конференции, настаивал и просил Сенат, чтобы этот договор целиком, а он включал в себя не только договор с Германией, но и устав Лиги наций, был принят. Но, поскольку в ту пору, после Первой мировой войны, в Сенате окопались изоляционисты, противники всяких договоренностей с другими странами в годы, вот в послевоенные годы, то Сенат что сделал? Вот это он может сделать. Что он сделал? Он выбросил из Версальского мирного договора устав Лиги наций, сказав, что вообще говоря, это не надо Соединенным Штатам, а ратифицировал только ту часть, которая относилась к Германии. И для Вильсона это была личная трагедия, это был очень серьезный удар. Так что Сенат – это тоже очень мощный инструмент, который на такой стадии может изменить ситуацию и политику даже президента. И в этом смысле Сенат выступил против Вильсона, против президента. Так что несколько лет после этого Вильсон даже не контактировал никаким образом, но он заболел после этого, но не контактировал ни с сенаторами, ни с Конгрессом в целом. Вот это вот такой механизм принятия решений. Он сформировался в современном виде и формировался, и очень мало эволюционировал за послевоенные годы, но вот в том виде, в котором он существует сегодня, он сформировался действительно в послевоенные годы. Но еще один очень важный элемент. В Соединенных Штатах Америки он играет особую роль и органично встроен в механизм принятия решений. В Соединенных Штатах Америки существуют десятки различных экспертных учреждений. Они называются мозговые тресты. Что это такое? Это институты, исследовательские институты, негосударственные, либо они частные, либо это коллективное членство там, либо это такие независимые от правительства организации, которые занимаются анализом текущей ситуации и прогнозированием. как в области внутренней политики и социальной политики, так, конечно, в области военной и внешней политики Соединенных Штатов Америки. И эти центры стали появляться особенно активно тоже после Второй мировой войны. Почему? А потому что возникла потребность и осознание того, что решения должны приниматься на основе знаний. на основе знаний. Многие решения в Соединенных Штатах Америки, например, в XIX веке, в начале XX века, принимались на основе, ну вот, того видения, которое было либо у президента, либо у государственного секретаря. Какой-то научной основы для принятия решений в ту пору не было. Но поскольку мир усложнился, поскольку США все время жили в ситуации вызова со стороны Советского Союза, то американцы вот здесь, они стали действительно содействовать появлению вот этих самых центров. Но потом даже не то, чтобы содействовать, а сама жизнь вызывала потребность к появлению таких центров. Поэтому за послевоенные годы стали формироваться такие мозговые тресты, которые существуют сегодня. Да, кстати, некоторые из них еще появились еще даже после Первой мировой войны. Вот. Но формировались они таким образом, что часть из них была, ну, их можно сгруппировать в группу либеральной направленности, больше тяготеющую к демократической партии, а другая часть, консервативная, больше тяготеющая к республиканской партии. Формально-юридически они не были никакими не филиалами той и другой партии, но у них были разные подходы к решению тех или иных проблем. И они ориентировались на политиков, поскольку ведь часто меняется политическая элита в Соединенных Штатах Америки, выборы там проходят регулярно, они ориентировались на то, что может быть после очередных президентских выборов. И зная, что, ну, например, консервативные мозговые тресты, предчувствуя, что может победить тот или иной кандидат, они накануне выборов готовили доклады и готовят доклады, какие-то аналитические материалы, которые, конечно, всегда востребованы в случае, если республиканец побеждает и оказывается в Белом Доме. И наоборот, если демократ оказывается в Белом Доме, то уже вот эти либеральные, демократические, ориентированные на демократическую партию мозговые тресты, они чувствуют свою востребованность. Многие из них помогают в составлении программ, избирательных программ или предвыборных платформ партий. В предвыборной платформе республиканская и демократическая партии, которые принимаются на съездах партии в год выборов, обозначают какие-то такие главные моменты, программные установки, которым будет следовать партия на очередные четыре года, на очередной президентский срок. То есть внешняя политика Соединенных Штатов Америки, она вот имеет такую интеллектуальную подпитку, подпитку. И это очень важно, это очень важно. Нынешний президент Трамп, например, это особый случай, и особый случай состоит в том, что он шел без опоры на эти все центры мозговые, он шел на выборы без команды, он шел на выборы сам, один, ну и, собственно говоря, сразу стал платить за это, потому что он не смог сформировать администрацию из профессионалов сразу, он не поддерживался мозговыми трестами консервативной направленности, то есть он, конечно, многие традиции порушил, вот, но сами основы, они не будут порушены, уйдет Трамп, будет какой-то другой президент, и вся эта система формирования внешнеполитических основ в США, она, в общем, будет продолжена, но мы должны понимать, что внешняя политика это наиболее консервативный элемент вообще политики Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, например, со сменой президента в Белом доме может радикально меняться внутренняя политика, ну, к примеру, Обама проводил одну политику, пришел Трамп, он, все решения Обамы, значит, стал выбрасывать мусорную корзину, и реформу здравоохранения, которую ему не нравится, и миграционную реформу, он стал придрогать другую, но никак ее не пробить через Конгресс, и методы решения миграционной проблемы у него, как вы видите, особые такие, построить стену с Мексикой, значит, решение всех проблем, этот способ, это вот такой универсальный для него способ решения всех миграционных проблем, вот, так что, вот, эти сбои, они, они, конечно, бывают, но в целом, в целом, вот этот механизм формулирования внешней политики в Соединенных Штатах Америки достаточно отработан, при этом мы должны понимать, сейчас я вот эту часть немножко завершу, мы должны понимать, что есть такое понятие константы, константы, это постоянные величины, константы внешнеполитического поведения США, а они не меняются со сменой хозяина Белого дома, что такое константы в отношении США, первая константа, это обеспечение всеми средствами и способами глобального доминирования Соединенных Штатов Америки, недопущение появления второй по значимости и мощи державы, которая могла бы бросить вызов американскому доминированию. Вторая постоянная величина, это миссионизм американский, который вмонтирован во внешнеполитическую активность США всегда, то есть США как бы несет с собой со своей внешней политики те принципы, на которых сама эта страна основана. Принципы свободы, демократии и так далее, то есть внешне это все очень хорошие принципы. этот миссионизм, он тоже никуда не уйдет, тоже никуда не уйдет, поэтому каким бы или кем бы ни был американский президент, он от этих принципов никогда не будет отказываться. Даже тот же Трамп, он много чего наговорил, но посмотрите, внешняя политика, в принципе, внешняя политика Соединенных Штатов в Америке в этих основах она в общем не изменится. Ни с Трампом, ни после Трампа. Спасибо, Валерий Николаевич. Я услышал в вашем рассказе упоминание партийной системы, влияние партийной системы на принятие решений. Все-таки с вашей точки зрения, насколько серьезно именно партийные программы демократические, республиканские, они влияют на выработку стратегии, с одной точки зрения исторической действительно две эти партии формируют два разных подхода к внешней политике, но в 20 веке эта разница практически нивелировалась, поэтому какого-то существенного различия здесь нет. Как вы считаете, есть ли влияние партий на принятие решений и партийных программ? Второй вопрос в продолжении этой темы. Для России какая все-таки политическая партия более комфортна, удобна с точки зрения сотрудничества? Ну смотрите, что касается вообще партийного фактора. Да, действительно, после Второй мировой войны две партии, демократическая и республиканская, они стали идти навстречу друг другу. Почему? И кто вообще в этом виноват и в чем причина? Ну, если говорить о причине, то ее надо искать в 30-х годах, в эпохе президентства Франклина Делану Рузвельта. Рузвельт, если вы помните, выбирался на пост президента четыре раза подряд. И он находился на своем посту с 1933 по 1945 год. Это очень длительный срок. Ни один американский президент не был так долго в Белом доме. И не будет уже. Это понятно, потому что есть ограничения сейчас. Вот. И в Америке выросло целое поколение при Рузвельте. Родилось, училось, повзрослело. Поэтому Рузвельт сыграл очень важную роль в сплочении американского общества. А после Рузвельта, после смерти Рузвельта, президентом стал Гарри Трумэн, тоже демократ. И он в какой-то степени, особенно во внутренней политике, продолжал линию Рузвельта. И был президентом до 45-го до 1952-го года. То есть, смотрите, демократы были у власти с 33-го до января 53-го года. Это сколько? 20 лет. Это очень много. Поэтому их пребывание у власти, которое отличалось усилением регулирующих функций государства в экономике, в социальной сфере, которое отличалось тем, что американское государство в значительно большей мере стало уделять внимание внешней политике, потому что США как раз стали превращаться в супердержаву. Все это не могло не повлиять на позиции республиканской партии. И на этой почве произошло сближение между республиканцами и демократами. И демократами. И когда в 1953 году президентом Соединенных Штатов Америки стал республиканец после 20-летия демократов, а это был Дуай Тейзенхауэр, генерал, то с его приходом в Америке начался период, который историки называют «эрой консервативного согласия». Эйзенхауэр даже свою администрацию привлек демократов. Это редко бывает. Эра консервативного согласия. Суть ее в чем? обе партии смягчили свои позиции и на основе этого смягчения пошли навстречу друг другу, сближаясь к центру. То есть они стали менее радикальными. И это проявлялось и во внутренней политике, конечно, в большей степени, но и во внешней политике тоже. Во внешней политике тоже. сейчас считается, что у двух партий больший консенсус, ну, значит, согласие именно по вопросам внешней политики. Их больше объединяет внешняя политика, чем внутренняя. По внутренней политике они могут драться до хрипоты, кричать и выяснять отношения. Что касается внешней политики, то что и демократы, и республиканцы согласны, что всем американцам нужна Великая Америка, что Америка должна быть сильной, что Соединенные Штаты Америки должны обеспечивать свое доминирование. Но вопрос в нюансах, вопрос о том, как. Вот республиканцы, например, всегда считали в последнее время, что обеспечить доминирование США должны с позиции силы. Что это значит? Это значит, что в основе этой силы американского государства должна стоять военная мощь, прежде всего, и способность не останавливаться перед применением вооруженных сил. особенность подхода республиканцев сегодня это использование такого механизма односторонних действий. даже в период президентства Буша младшего появилось такое слово, не очень просто выговариваемое, но я попытаюсь его произнести, унилатерализм. Это вот и есть политика односторонних действий. То есть Америка не боится идти на односторонние действия, не оглядываясь ни на ООН, ни на международные соглашения, международные договора, ну вот в случае с санкциями. Так решено было, что нужно против России или против Ирана принять санкции. США приняли, да еще и позвали в эту коалицию всех других своих союзников, я имею ввиду западноевропейских союзников, сколотив антироссийскую коалицию. Ну то же самое и в отношении Ирана. Так что это вот особенность республиканцев. Демократы, демократы, нельзя сказать, что они более такие, какие-то мягкие в отношении проведения внешнеполитического курса, потому что ну и Хилари Клинтон демократ, и Билл Клинтон был демократом, да при нем бомбили Югославию. То есть тут такой особой закономерности нет. Но особенность демократов состоит в том, что они используют такой элемент идеологии во внешней политике, стремясь использовать вот эти американские ценности, ну например, идею демократии. При Клинтоне были очень распространены идеи, что все демократические идеи надо экспортировать на экспорт. Экспорт демократии. И если будет больше демократических государств, то значит будет больше союзников, друзей США в мире. Ну а как экспортировать? С помощью дипломатии, с помощью внешней политики. А там, где не получается, то возможно и какими-то военными способами, хотя это такой очень спорный вопрос. То есть вот различия в нюансах. Но что касается вообще говоря, с кем лучше иметь дело, то это тоже неоднозначный вопрос. Например, в период Второй мировой войны у нас неплохо складывались отношения с Франклином Делану Рузвельтом, который был демократом и который находил язык со Сталиным. У него даже было больше конфликтов и противоречий с Черчиллем, как премьер-министром Англии, чем со Сталином. И особенно при устройстве послевоенного мира позиции Рузвельта больше совпадали с позициями Сталина. Это было видно и на Ялтинской конференции, и в переписке между лидерами стран антигитлеровской коалиции это прослеживается. Поэтому вот это один пример демократы. Другой пример разрядка. Разрядку то мы сделали с кем? А мы сделали ее с республиканцами. С республиканцами. Но и демократы и республиканцы они бывают разные. Вот недавно умер сенатор Маккейн такой. Он республиканец. но это крайне консервативный республиканец. В Америке таких называют ястребами. Вот он ястреб. Но есть другие республиканцы умеренные. Есть такой республиканец Генри Киссинджер. Он во времена Никсона был помощником президента по национальной безопасности, а потом государственным секретарем. Кстати вот когда я говорил о противоречиях между этими двумя должностными лицами, то очень часто один съедал другого. Вот Генри Киссинджер сначала был помощником президента по национальной безопасности. И он все время спорил и ссорился с госсекретарем Роджерсом. Его уже никто не помнит. И он съел его. Ну фигурально конечно. И занял его пост. И было время он совмещал два поста. Помощник президента по национальной безопасности и государственный секретарь. Но он конечно внес очень серьезный вклад. Он придал внешней политике США какую-то интеллектуальную основу. Кстати его книга дипломатия это вот книга и дипломата но вместе с тем ученого. Вообще говоря он был ученым он был профессором Джорджтаунского университета до того как стать политиком. Вот так вот именно он именно с его подачи Ричард Никсон который тоже вообще-то говоря был ястребом в молодости. Он пошел на сближение с Советским Союзом вступил в диалог с Брежневым приезжал в Москву а Брежнев в Вашингтон тогда были подписаны первые соглашения об ограничении гонки ядерных вооружений. Это было очень важно. Был установлен полноценный диалог между двумя супердержавами которые находились зачастую на грани войны на краю пропасти. Вот это было с республиканцами. Но понимаете сегодня например в республиканской партии людей калибра Киссинджера нет. Просто нет. Просто нет. Все зависит даже не от партии а от того кто в этой партии. Потому что и демократическая и республиканская партия это не партии какие-то монолитные. Во-первых они состоят из партий каждого штата. То есть там много партий республиканских они в каждом штате есть. Вот. А во-вторых в них в этих партиях есть течение группировки. Так вот сегодня в республиканской партии преобладает группировка крайне правых консервативная группировка. Практически там не осталось умеренных республиканцев или либеральных республиканцев. И конечно это все сказывается на позиции партии. Ну а в конечном счете сказывается и на выстраивание отношений с Россией. Потому что ну допустим например вот Киссинджер конечно уже в очень таком серьезном возрасте но он высказывается в отношении политики России не так как руководство партии. А если бы он был в силах и если бы он так сказать принимал активное участие в политической жизни то он конечно мог бы каким-то образом повлиять но он один он стар к нему его слушают но к нему не особенно прислушиваются поэтому ситуация сегодня не повторяет ситуацию 70-х годов не повторяет так что так что видите тут все зависит от конкретной расстановки сил от людей которые есть из этого тоже следует исходить да конечно это очень печальная ситуация что сегодня нет калибра Киссендера потому что если бы наверное такие люди были в правительстве США то наверное ситуация могла бы пойти иным образом по сравнению тем что сейчас понимаете в чем дело но это действительно так почему потому что вот что важно во внешней политике попытаться понять внешнеполитическое поведение оппонента задать вопрос почему он так себя ведет почему руководитель государства делает такие 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 шаги не просто его наказывать за это да приняв санкции а попытаться влезть его шкуру и понять почему что-то его наверное спровоцировало что-то ему не нравилось предшествующей политике какие-то действия может быть самих Соединенных Штатов Америки подвигли например Путина принимать то или иное решение по Крыму поэтому а поскольку все ведь очень связано то это все надо учитывать очень часто это не учитывается понимаете и вот в чем например заслуга Киссинджера он создал целую школу дипломатов которые понимали что формулировать формировать внешнюю политику надо исходя из комплексного знания предмета не одностороннее какое-то знание а знание всего комплекса обстоятельств и он учил этому поэтому вот госдепартамент сформированный в 70-е годы он состоял из людей которые это понимали сейчас история другая поколения меняются меняются люди меняются и дипломаты и конечно вот нынешняя ситуация она далеко не та которая бы наверное должна бы быть в связи с тем что вообще говоря мир усложняется рисков больше и казалось бы профессионализм дипломатов должен быть иным но к сожалению вот этого не происходит конечно очень печальная картина но вот в связи с тем что вы говорите возникает такой вопрос замечание но вот даже 21 век он же в отношениях США и России дает примеры как бы неких подвижек в сторону нормальных отношений да ну вот вспомнить опять же проблему терроризма кто первый поддержал борьбу против терроризма после событий 11 сентября Россия вспомнить события связанные с подписанием договора СНВ-3 да тоже была продекларирована концепция перезагрузки то есть было понимание то есть какие-то видимо фигуры появились которые двигали этот процесс то же самое Соединенных Штатов Америки но вот с вашей точки зрения почему все-таки вот что первый пример сотрудничества что второй пример сотрудничества почему они все-таки не стали залогом прочного сотрудничества долгосрочного ну смотрите когда были совершены террористические акты 11 сентября против Соединенных Штатов Америки то действительно в первые дни и в первые недели после этих терактов во многих странах конечно существовала такая атмосфера сопереживания американцам потому что действительно это было шок это было шоком не только для самих американцев но и это был шок в целом для мира то что случилось хотя многие задавались вопросом а почему именно американцы а почему именно так а почему так жестоко и так далее это можно и дальше рассуждать обо всем этом но во всяком случае тогда впервые в таких масштабах многие осознали опасность терроризма причем очень неординарного терроризма понимаете ведь ирония состояла в том что Соединенные Штаты как и многие другие страны считали что опасность всегда может извне откуда-то прийти надо охранять границы то есть понимаете какое старое представление надо охранять границы от того кто может угрожать или охранять небо от ракетной от ракетной атаки противника а что было с этими терактами они были были совершены людьми которые находились на территории США людьми которые использовали в качестве ракет обычные гражданские самолеты и они стали орудием убийства и терроризма и вот эта необычность сама необычность того как это произошло оно конечно все это приводило к тому что даже российское руководство считало что наверное вот этот масштаб угрозы терроризм может стать фокусом в сотрудничестве двух стран да вообще всех государств что осознание опасности терроризма сблизит всех терроризм стал восприниматься как общий враг а ничто так не сближает как общий враг и осознание смертельной опасности так считалось после терактов 11 сентября но что получилось Соединенным Штатам Америки конечно удалось тогда администрация Буша это делала младшую удалось сколотить антитеррористическую коалицию в эту антитеррористическую коалицию вошла и Россия и эта антитеррористическая коалиция пыталась согласовывать свои действия но как иногда говорят когда-то что-то пошло не так вот что пошло не так Соединенные Штаты Америки как лидеры этой коалиции попытались вмонтировать войну с террором которая была объявлена администрацией Буша как главный фокус его внутренней и внешней политики попытались вмонтировать свои национальные государственные интересы и ведя войну с террором стали расширять сферу своего влияния на территории Ближнего Востока борясь с террористами и выискивая возможных преступников они расширили сферу своего влияния там где ее не было традиционно это части бывших советских республик в средней Азии республиках которые были ближе к Афганистану потому что считалось что гнездом терроризма является Афганистан Более того Соединенные Штаты Америки администрация Буша подчинила этой идее войне с террором всю свою внешнюю политику пытаясь оказывать давление на своих западноевропейских союзников и это вызвало отторжение отторжение появилось и у российского руководства потому что на каком-то этапе российское руководство стало осознавать что под прикрытием войны с террором Соединенные Штаты Америки пытаются расширить свои ну так сказать геополитические возможности расширить сферу своего влияния и закрепиться там поэтому не случайно в начале войны с террором популярность Буша была очень высока до 90% американцы сплотились вокруг президента а к концу его ухода к концу его президентства она пала до самого низкого уровня там 36 или 35% очень низко потому что это и сами американцы они в общем не были довольны политикой политикой его администрации ну и он внес раскол конечно то что мы называем да то что и американцы называют атлантической солидарностью раскол в отношении между США и западноевропейскими союзниками вот такова история с террором то есть война то есть угроза терроризма не стала объединяющим фактором она не стала фокусом на который сосредоточили бы свое внимание все страны и прежде всего Россия и США почему ну на мой взгляд потому что обе стороны хотя подвергаются террористическим атакам время от времени но обе стороны не осознали что это действительно угроза смертельная вот когда с Гитлером США и СССР боролись то тогда было полное осознание что Гитлер это враг что с Гитлером нельзя заигрывать что с ним нельзя вести переговоры а ему нужно как говорил Черчилль сломать хребет что антигитлеровская коалиция методично и делала вот тогда было это осознание сегодня этого нет потому что ведь посмотрите кто такой этот Бен Ладен который якобы организовал все эти теракты оказывается на каком-то этапе его поддерживали сами же американцы оказывается да что различные террористические группировки а на каком-то этапе с ними заигрывали американцы понимаете поэтому на этот вопрос вот так однозначно ответить очень сложно потому что всегда есть оппоненты которые будут говорить а чего же вы значит чем же вы недовольны вы сами же их родили вы сами же их вскормили и потом они вырвались из так сказать вашего поля зрения и стали уже выступать против вас так что сфера мировой политики она в чем-то понятна и имеет свои видимые причины а где-то есть такие моменты которые в которых виноваты сами понимаете сами пострадавшие они сами же и сделали косвенно или прямо содействовали тому что случилось то есть если бы не было этого заигрывания если бы не было этой помощи то значит и не было и этого человека и не было бы этих терактов в Сирии вот сейчас например что происходит есть режим Асада есть его оппозиция оппозиция разнородная но оппозиция часть оппозиции опирается на вооруженные формирования часть из этих формирований террористические группы мы говорим террористы американцы говорят не террористы а оппозиция чуть ли не мирная вот разный взгляд и когда такой взгляд существует то где тут единство действий где тут фокус нет он размывается размывается поэтому казалось бы все просто террорист это враг а оказывается не все просто американцы считают что это не террорист а борец за свободу по сути политика двойных стандартов у которого правда есть ружье вот политика двойных стандартов вы знаете в мировой политике одного стандарта или единого стандарта нет понятно потому потому что в мире очень много игроков сегодня это государство это квази государство вроде вот это ИГИЛ да это негосударственное образование это террористические группировки и все играют по своим правилам а поскольку количество игроков все время увеличивается то увеличивается и хаотичность мира увеличивается количество рисков и значит растет количество вызовов поэтому по одним стандартам ни у кого не получается играть в этом мире не у американцев я думаю что и у России потому что если бы Россия так по одним стандартам играла то она где-то и проиграла а проигрывать не хочется поэтому сфера мировой политики это сфера и вообще сфера государственного управления как говорил Деголь это когда ты попадаешь на вершину власти то ты оказываешься там где дует холодный и пронизывающий ветер голого государственного расчета голого государственного расчета где обрубается все остальное вот политики этим руководствуются расчетом собственно своего государства но здесь надо сделать добавку так как они его понимают не всегда это действительно совпадает с той объективной необходимостью которая необходима для данного государства потому что не каждый государственный муж он он в состоянии понять что стране народу нужно это 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 даже не каждый думает так такими характеристиками думает более просто более упрощенно подходит ко всему этому варень вы сказали по поводу того что американцы подготовили по сути вот те события которые привели к 11 сентября выписывали вот все эти самым одну систему ведь по сути вот они в 21 веке наступили на те же самые грабли которые были в 20 веке когда они во Вьетнаме то же самое сделали и так же пришли к краху этой политики то есть вот история получается не учит в принципе да историю вообще говоря вот это все говорят о том что история должна учить но история никогда ничему не учит потому что каждое поколение хочет приобрести свой опыт и только свой собственный опыт он может быть смертельным он может научить но не всегда поэтому конечно история и американцев не учит и многих не учит но что делать такова история но вот смотрите Соединенные Штаты Америки да это страна которая проводит такую достаточно агрессивную внешнюю политику направленную на поддержание своего доминирования во всем мире где-то это воспринимается а где-то не воспринимается это не воспринимается в традиционных обществах в обществах которые идут немножко по пути прогресса не с той скоростью с которой шли Соединенные Штаты Америки общество которое дорожат своими традициями и отторгает вот эту глобализацию потому что глобализация в основном это поток который идет вместе с американизацией в эти страны вот возникают противоречия возникает отторжение поэтому вот эти теракты о которых мы говорим это один из результатов отторжения той политики которую проводили США как лидер как мировой лидер как супер держава видите в чем дело мировым лидером как оказывается быть не так то просто и Соединенные Штаты Америки претендуя на мировое лидерство и удерживая это лидерство пока еще они наталкиваются на противодействие и в самих Соединенных Штатах Америки время от времени разворачиваются дискуссии а что значит быть лидером это не просто значит вести за собой какие-то страны что-то такое в тебе должно быть что должно притягивать других и сила лидерства обеспечивается не только силой оружия а сила лидерства обеспечивается собственным примером на тебя должны смотреть например для подражания и здесь вот многие американцы это признают США сталкиваются с проблемами то есть обеспечивать свое доминирование силой оружия у них получается обеспечивать свое доминирование с помощью вот этих мягких путей хотя американцы тоже и в этом преуспели с помощью формирования вот своей страны как образца для подражания во всем это получается не всегда и не очень не всегда достигает определенного результата любые претензии на лидерство рождают противодействие и США США здесь не исключение кто-то идет за этим лидером а кто-то не хочет кто-то не хочет поэтому и если бы так не было не было бы такого явления как антиамериканизма оно есть оно есть и оно всегда будет да действительно видимо история ничему не учит абсолютно право Леонид Иванович вот у меня в этой связи вопрос может так сказать приближаемся к завершающему этапу нашей дискуссии беседы но вот действительно в истории уже был пример который мы уже проходили это холодная война длившаяся достаточно долгий период времени вот и казалось что в 90-е годы даже начале 2000-х казалось что этот феномен холодной войны он безвозвратно ушел в прошлое что он больше не вернется но вот в наши дни в отношениях опять же России и Соединенных Штатах мы по сути видим возрождение или вторую ревизию что ли ревизию холодной войны да пример примеров моря да это и проблема связанная с выходом США из договора по противоракетной обороне создания системы национальной противоракетной обороны США это и проблема санкций которые были кстати в отношении нас применялись тоже в период холодной войны первого этапа так сказать да это наконец вот сегодня мы знаем о намерении Соединенных Штатов покинуть договор РСМД вот с вашей точки зрения как же нам жить в этой ситуации какие же нас ждут перспективы есть ли хоть какой-то повод для того чтобы надеяться что мы выйдем из этого сложного состояния ну вы знаете надо понимать что вообще говоря мир никогда не был простым и никогда не был спокойным он всегда был беспокойным он всегда был очень сложным и нынешняя ситуация не исключение то что две наши страны находятся сегодня в состоянии асимметричной конфронтации это конечно плохо и никуда не годится но это не трагедия люди могут жить и в такой ситуации и страны могут существовать и в такой ситуации действительно холодная война закончилась закончилась она с распадом советского союза иногда сравнивают нынешнюю конфронтацию с той конфронтации но порядок этих противостояний он разный понимаете при холодной войне существовала эпоха конфронтации двух супер держав которая велась на четкой идеологической основе эта конфронтация носила глобальный характер то есть масштабах всего земного шара она была и эта конфронтация была была идеологически окрашена со стороны советского союза это была идеология марксизма леонизма которую СССР пытался распространить на часть земного шара а со стороны соединенных штатов Америки это идея американизма американских ценностей которые носят универсальный характер и надо сказать что американцы в продвижении своих ценностей преуспели может быть даже больше чем Советский Союз потому что развалился Советский Союз вот это холодная война та нынешняя ситуация ее иногда называют холодной войной это не биполярная конфронтация двух супердержав это асимметричная конфронтация супердержав Соединенных Штатов Америки с Россией которая является наследницей распавшейся супердержав Советского Союза и которая пытается создать собственные геополитические поля в восточном направлении которая пытается создать систему своих союзников что обеспечивало безопасность которая пытается создать свои собственные оборонительные военно-политические финансовые экономические торговые интеграционные структуры объединения то есть пытается сформировать какой-то не глобальный но какой-то региональный может быть даже более чем региональный полюс и это внешнеполитическое поведение России воспринимается Соединенными Штатами Америки как вызов о котором я говорил и американскому доминированию и постоянным величинам внешнеполитического поведения США иначе бы реакция США на внешнеполитическое поведение России не была бы такой жесткой какой она оказалась после 2014 года она действительно очень жесткая потому что США что называется из своих арсеналов выкатили все орудия которые могли использовать в мирное время я имею ввиду экономические санкции экономические санкции используются США как политическое орудие и это самый любимый инструмент у американцев он мирный но он очень действенный и когда нужно действительно оказать влияние и давление на страну то они используют но это одно но есть и второе эти санкции не так эффективны как думают Соединенные Штаты Америки нельзя говорить что санкции это вообще ерунда какая-то ничего подобного санкции могут тебя отбросить дай бог как далеко назад и зафиксировать положение страны на каком-то очень низком уровне санкции это плохо в любом случае но в принципе санкциями можно жить и можно жить при санкционном режиме но санкции не достигают своих целей во-первых вот посмотрим на исторический опыт американцы ведь использовали санкции много раз но санкции против Кубы они были введены до Карибского кризиса еще после революции кубинской действуют и сегодня на что был расчет на то что санкции приведут к смене режима Кастро произошло это нет наоборот кубинцы объединились вокруг Фиделя Кастро и режим существовал да экономика плохо развивалась да жизнь небогатая бедная но так сказать кубинцы считали это и считают до сих пор кстати говоря как ту как цену которую необходимо заплатить за то чтобы остаться свободными лозунг такой был свобода или смерть свобода куба я имею ввиду поэтому санкции не приводят к тем результатам на которые американцы рассчитывали санкции против Ирана то же самое ну сменится там режим да не думаю это такая традиционная страна наоборот санкции укрепляют антиамериканизм или наша страна посмотрите введены санкции что рухнул политический режим который существует сегодня или рухнет да не думаю наоборот санкции привели к росту антиамериканизма в нашей стране это зафиксировано по многим вопросам и они привели к укреплению власти Путина то есть внешний враг или осознание что у страны у твоей страны есть внешний враг который тебе только вредит наоборот укрепляет тот политический режим который стоит у власти поэтому это кстати американцы видят что это происходит поэтому говорить об эффективности о стопроцентной и действенности экономических санкций конечно конечно не приходится но Соединенные Штаты Америки его используют используют часто в обход организации объединенных наций других каких-то норм вовлекают в это другие страны и государства а если они не соглашаются то наказывают их и тоже целый инструментарий выработан этих так называемых наказаний поскольку воспринимают это политическое поведение России в мире как вызов самим себе вызов Соединенным Штатам Америки если бы они так не воспринимали то и по-другому бы реагировали более спокойно а пока что это так и последний момент с санкциями иногда вот многие высказывают надежду что не сегодня завтра президент Трамп он сможет и все сделает чтобы отменить санкции понимаете опыт показывает если санкции такого уровня вводятся то они существуют не год и не два с ними живет страна десятилетиями поколениями поколениями против Советского Союза тоже были своеобразные санкции Советский Союз даже может быть многие граждане СССР не знали об этом но Советский Союз тоже жил при санкции сейчас масштаб санкций велик они различные это и персональные и секторальные и самые разнообразные и они не отменяются наоборот все прибавляются прибавляются и прибавляются так что мне это точно не придется жить уже без режима санкций может быть вам удастся застать время когда санкции с Россией будут сняты ну а судьба договора РСМД это все-таки какая как вы думаете судьба договора РСМД понимаете в чем дело почему вот смотрите сейчас все говорят о том что режим контроля над вооружениями разрушается это очень опасно потому что он создавался нелегко и свой вклад внесли многие поколения государственных мужей политиков как с американской стороны так и с советской и с российской стороны сейчас он разрушается и не только потому что Трамп не любит старые соглашения он готов вообще все старые договора порвать и выбросить мусорную корзину и заключать какие-то новые не только поэтому а как бы логика жизни не подходит к этому почему потому что меняется геостратегическая ситуация она уже изменилась она уже изменилась меняется геостратегическая ситуация на геополитическую арену вышел Китай и те же самые Соединенные Штаты Америки опасаются усиления еще большее усиление Китая в следующие 20 лет высокую внешнеполитическую активность проявляет Россия еще на таком фоне еще при том что Россию обвиняют и в одном и в другом и в третьем я имею ввиду и в мешательстве выборов США и в нарушении договора РСМД то есть основной довод американцев почему они выходят из договора РСМД то что Россия нарушила этот договор произведя ракету которая нарушает этот договор мы же в свою очередь отвечаем американцам что это они нарушили договор ну такой пинг-понг он иногда бывает между двумя государствами но по большому счету ситуация не только в одном этом договоре а и в целой серии договоров то есть уже Роман Николаевич говорил о том что США вышли из договора по ПРО и договор СНВ-3 на очереди я не думаю что США будут за него держаться режим контроля над вооружениями не востребован современной эпохой почему потому что современная эпоха это эпоха модернизации оружия это эпоха создания высокоточных видов оружия не ядерных но высокоточных сравнимых по силе удара с ядерным оружием это эпоха военного освоения космоса и наконец-таки это эпоха киберугроз появился такой термин даже кибероружие с помощью компьютеров с помощью вот этих вот сетей можно разрушить и центры управления ядерным оружием ядерным оружием и нанести удары обезоруживающие удары которые выведут из строя системы вооружения и системы сдерживания в других странах поэтому вот посмотрите появилось сразу несколько видов новых угроз новой реальности из 20 20 века нам перешло ядерное оружие с ядерным сдерживанием а 21 век даже четверть века еще не прошла а этот век уже принес вот такие новые реальности и конечно когда это все происходит то контроль над вооружениями сама система контроля над вооружениями она уже не актуальна наступает вот эта новая эпоха идеальный вариант состоял бы в том чтобы она осталась эта система контроля над вооружениями хотя бы над старым оружием над старыми видами вооружения над ракетами средней и меньшей дальности, к примеру. Так могло бы быть, но слишком мало оснований говорить о том, что так будет. Скорее всего, в мире наступает вот эта эпоха модернизации оружия, которая продлится какое-то длительное время, может быть, несколько десятилетий. А после этого наступит осознание того, что уже дальше не надо, нельзя уже, как с ядерным оружием. И тогда наступит эпоха контроля над... или нового издания, эпохи контроля над вооружениями, но уже над теми, которые появились или появятся, может быть, еще. Таким образом, что эпоха модернизации будет... или эпохи модернизации вооружений будут чередоваться с эпохами контроля над ними. Могут ли эти две... два процесса как бы быть вместе, идти рука об руку? Я не знаю, мне кажется, слишком сложно придумать такую комбинацию и слишком наивно было бы думать, что политики согласятся с этим. Потом, смотрите, фактор Китая. И вообще контроль над вооружениями. Ведь ядерное оружие не только у России, у Соединенных Штатов Америки. Ядерное оружие у Англии, у Франции, у Китая, новые ядерные державы появились. Индия, Пакистан, Иран, ядерная программа Ирана, которая говорит, что она мирная, а американцы говорят ничего подобного. Она легко может перерасти в немирную или уже, может быть, даже переросла. Короче говоря, растекается вот это ядерное оружие. Но только две страны на сегодняшний день принимали участие в контроле над собственными вооружениями. Это США и Советский Союз, и Россия. Вот они договорились ограничивать сначала при Брежневе, а потом и пойти на сокращение ядерных арсеналов при Горбачеве. Но к этим договоренностям все остальные ядерные страны не присоединялись. Ни Англия, ни Франция, ни Китай. Почему? Хотя эти вопросы возникали. А потому что они говорили, слушайте, да вы говорили американцам и русским, вы сначала сократите свое до нашего уровня, а вот тогда мы присоединимся. Вот была какая логика. Потому что арсеналы Америки и России, они неизмеримо всегда были выше, чем ядерные арсеналы всех остальных стран. Но здесь возникает проблема Китая, вот с этим договором РСМД. Китайские ядерные силы и ракетные войска США в основе своем состоят из ракет средней и меньшей дальности. Россия уничтожила свои ракеты такого класса. США уничтожили. А у Китая они стоят на вооружении. Это фактически китайская армия. Это вся противовоздушная оборона состоит из этих ракет. Хотя у них есть ракеты и баллистические, и межконтинентальные, но основа вот эта. Поэтому китайцы, Трамп вот говорит иногда, что пусть они присоединяются. Это не так-то легко. Во-первых, с чего вдруг, говорят китайцы, мы никогда вообще не участвовали во всем этом. А тут вдруг Трамп говорит, чтобы мы присоединялись. К чему присоединялись? Что уничтожать до нуля все эти ракеты наши? И, конечно, они не будут этого делать. Поэтому это, конечно, в духе Трампа вот эти такие, что называется, сногсшибательные заявления. Но дело в том, что Трампа и Америку, даже не обязательно Трампа, но политическую элиту Соединенных Штатов Америки, не очень сегодня интересует вообще сам процесс контроля над вооружениями. Конечно, можно зацепиться за Китай и говорить о том, что мы не будем контролировать, потому что у Китая таких ракет теперь много. У нас их нет и у России нет. А у Китая много. Вот фокус перекинулся на Китай. Как решить эту проблему и сохранить договор, и чтобы Китай как-то себя по-другому вел, или вовлечь Китай в этот процесс? Это вот проблема очень сложная. То есть иногда говорят о том, что проблему надо решать пакетом комплексно, но решать пакетом проблему такого рода достаточно сложно. Поэтому по моим оценкам, хорошо бы, чтобы они не сбулились, конечно, но Соединенные Штаты Америки, скорее всего, выйдут из этого договора. И, кстати, Болтон, Джон Болтон, о котором мы с вами говорили, в последний свой визит в Москву, он приезжал именно с этой миссией сказать о том, что США готовы выйти из этого договора, с тем, чтобы Россия не считала это неожиданностью. Но сейчас предпринимаются попытки, какие-то уже последние усилия с тем, чтобы сохранить этот договор. На мой взгляд, вряд ли они завершатся успехом. Я вас слушаю. У меня при общем грустном аспекте возникла очень оптимистическая мысль. Есть книга Шлезингера «Циклы американской истории». В связи с вашими мыслями возникла идея циклов российско-американской истории. И может быть действительно есть определенная закономерность, что цикл напряжения, накопления вооружения потенциала сменяется циклом разрядки. И просто может быть есть какая-то надежда, что эти циклы может быть покороче как-то будут сменять друг друга. Вот такая интересная идея возникла. Нет, но я считаю, что несомненно, когда-то будет эпоха, когда наши отношения не будут столь конфронтационными. Но давайте вспомним, когда наступила эта эпоха разрядки. Она наступила после Карибского кризиса. Причем не сразу. То есть вот холодная война началась после Второй мировой войны. Тоже не сразу, а где-то года через два. Вот так вот активная фаза ее была. И она продолжалась до 1962 года. Это жесткая конфронтация без всяких правил игры, без всяких механизмов. И завершилась вся эта конфронтация опасностью прямого столкновения в 1962 году. Потому что в Карибском море, вокруг Кубы, когда разразился этот кризис, США и СССР были на грани прямого столкновения. Потому что американские и советские корабли видели друг друга. И команды видели. И те участники, которые там были, они вспоминали, что советские участники, они ожидали команды стрелять. Потому что, ну что, как сказать, советские корабли идут в сторону Кубы, а Кубу блокировали американские надводные силы и подводные лодки шныряли вокруг. И не давали пройти. Что, так сказать, ожидать-то? Как дальше-то должен развиваться конфликт? Причем они не знали, что идут, так сказать, контакты оперативно налажены между Кремлем и Белым домом, между посольством советским в Вашингтоне и Робертом Кеннеди, которые вели интенсивные переговоры, чтобы разрядить этот кризис. Короче говоря, обе стороны подошли к краю пропасти. И это понял Хрущев, и это понял Кеннеди. Поэтому была срочно достигнута договоренность. Все, что Советский Союз завез на Кубу, всю ракетную технику срочно демонтировали, а они даже, эти ракеты, не были и полностью установлены. Их срочно стали разбирать и вывозить. Только завезли вчера, а вот во время кризиса договорились и, значит, стали демонтировать. Американцы дали обещание, что они уберут свои военные базы и свои ракеты с территории Греции и Турции, которые и спровоцировали ведь позицию Хрущева. Почему Хрущев с Микояном, обсуждая эту проблему, решили установить и завести? Куда? На Кубу? Ракеты? Не понимая вообще, как отреагируют на это американцы. Не понимая, что может быть такая реакция. То есть, Хрущев, вот почему было решено создать, например, наш институт после всего этого. Потому что, в общем, многие поняли, что слишком опасна ситуация, когда у власти находятся люди, которые не знают ту страну, с которой борются. И если бы Хрущев знал вообще о такой реакции, то это еще вопрос. Был бы отдан приказ о завозе ракет. Но вот эта вот ситуация, когда была создана атмосфера на грани пропасти, она сыграла свою положительную роль. Это всех встряхнуло. И СССР, и Соединенные Штаты Америки. И вот после этой встряски, а как показывает опыт, иногда нужны вот такие встряски. Потому что спокойное течение жизни ничему не учит. А вот это встряхнуло. Начались переговоры об ограничении испытаний, о запрете ядерных испытаний. И через некоторое время это все перетекло в разрядку. В 69-м году, 70-й, 71-й, 72-й, 73-й. Но это была разрядка, которая как бы начиналась из Европы. И одновременно она переросла и на российско-советско-американские отношения. А потом люди. На Западе были люди, которые понимали это. Ведь после Карибского кризиса Кеннеди в одном из своих выступлений говорил о том, что Америка не борется с... Она готова к мирному сосуществованию. Это советский принцип. Она готова к мирному сосуществованию с любой другой системой, доказывая свое преимущество в мирном соревновании. Ну, вообще говоря, как у... Речь как у, так сказать, примерного советского пионера. Да уж. Вот. Почему? А потому что действительно это все встряхнуло. На Западе, в Европе, тоже были люди, которые, в общем-то, мыслили, наверное, дальше своих современников. И генерал Деголь, президент Франции, и Вилли Брандт, федеральный канцлер Федеративной Республики Германии. Это вот именно те люди, которые понимали, что надо вести диалог с Советским Союзом, даже если тебе не нравится политический режим в этой стране. А всем им не нравился политический режим. Ну что ж, Мария Николаевич, огромное вам спасибо за очень подробный разговор объяснения тех проблем, которые существуют сегодня в наших российско-американских отношениях. Будем надеяться, что все-таки все завершится хорошо, благополучно, диалог будет найден. Ну и ждем вас у нас снова. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.